Всем привет! Всем привет! Уже, в общем-то, много на нём поломанного пластика, хотя и не так много, как обычно бывает. И причина, по которой этот мопед приехал ко мне, он почему-то вдруг перестал заводиться. Со слов хозяина, как это обычно бывает, мне такие вопросы часто задают в Ютубе, ВКонтакте и спрашивают, почему не работает мопед. А описание обычно выглядит следующим образом. Ехал-ехал, заглох, что-то не заводится больше. Потом один раз завёлся, поработал и опять перестал заводиться. И тут как раз у нас сейчас точно такой же случай. Мопед ехал-ехал, заглох, потом почему-то завёлся один раз и больше опять заводиться перестал. Будем ремонтировать этот мопед и посмотрим, что же с ним не так. Под сиденье вот здесь это всё почему-то выглядит вот так. Это здесь прикручено. Это дерево. Это какая-то металлическая пластина двухмиллиметровая. Тут вот тоже что-то тут прикручено, какая-то пластина. Тут всё поломано. Тут багажник весь поломанный. Тут тоже пластик поломанный. Панель приборов тоже такая вся выгоревшая. Кроме того, здесь у нас горит, я не пойму почему, горит какого-то непонятного происхождения значок в виде замочка. И почему-то у меня есть такие мысли, что завестись мопеду не даёт этот замочек. Возможно. Возможно, что-то заблокировано. Может такое интересно быть или нет. Узнать бы происхождение этого замочка. Так, да-ка чё я туплю. У нас же есть руководство по эксплуатации данного моспеда. Как он, кстати, называется-то, правильно? У нас-то кто? Б1? Б какой-то хрен, он знает, вроде Б1. Рейсер Салют у нас называется мотоцикл. Вернее, мопед Рейсер Салют. Так, ну да ладно. Значит, нам надо найти... О, хорошо, хоть на русском языке. Так, 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 так. Интересно, а есть тут расшифровка у нас панели приборов? Панель приборов здесь, кстати, пока я чё-то такую, как у нас-то, не вижу. Чё-то похоже, что нихрена здесь нет. Вот это, блин, вот это руководство по эксплуатации. Вот это прикольно. На некоторых мотороллерах может быть установлена электронная панель. Только вот про электронную панель здесь, блядь, ни слова не сказано. Электронная панель. Ладно. По классике жанра начнём с проверки свечи зажигания. В общем-то, посмотрим на её состояние и посмотрим, есть ли у нас искра. Я уже думал было, что я свечу так выкручу, сейчас думаю, это, ну, ни у кого бы вопросов не должно было быть. Так, свеча выкручивается. Но выясняются кое-какие подробности. Значит, вот вы видите, вот эта вот свеча торчит, вот эта вот. Я снял с неё колпачок, и я не знаю, будет слышно или нет, я её просто случайно рукой потрогал, свечу. Вот, надеюсь, слышно было. При этом, я вот сейчас её качал за кончик, она болтается. А вот за изолятор, если я её качаю, она вроде бы не болтается. Так что, что-то это какие-то подробности тут со свечой выясняются. Что, возможно, всё, возможно, всё гениальное просто. Сейчас мы попробуем эту свечу отсюда ликвидировать и посмотрим, что же с ней всё-таки с этой свечой. В общем, вот такая вот свечечка, засранная, мокрая. Но это не столь важно, двигатель там долго пытались завести, так и не могли. Свечка NGK CR7HSA, маркировка у неё. Однажды у меня была точно такая же свеча, я вот себе покупал. И она у меня потом вот так вот лопнула, почему-то изолятор лопнул. Но с этой свечкой вот другое интересно. Попробуем, услышат ли камеры или нет. Надеюсь, слышно было. У неё вот эта сердцевина относительно изолятора вот этого белого. Она в нём болтается внутри. Возможно, поэтому есть перебои с зажиганием. И, возможно, поэтому двигатель не запускается. Ну и проверим искру. Вот так, надеюсь, будет видно. Надеюсь, током меня не хлопнет. Попробуем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как хорошо током дёргает. Но искра есть, кстати. Искра была, но двигатель почему-то не запускается. Доверия у меня к этой свечи более нет. Сейчас попробуем поставить сюда другую. Так, сейчас посмотрим, есть ли искра на моей свече. Так, возможно, там бензина сейчас нет. Да нет, бензин у нас тут как раз-таки есть. Он просто должен быть. Его не может не быть. А не может его не быть по одной простой причине. Мопед ехал в автомобиле Нива. И поскольку мопед большой, а Нива не такой уж вместительный автомобиль, ехал он там на боку. Там немного с карбюратора вытек бензин. Я думал, что его в общем-то в карбюраторе нет. А поскольку мопед не заводился, то и бензокран не должен был открываться. Но я тут заглянул и вижу, что бензокран тут отцеплён вообще. То есть вот пустой штуцер и вот пустой штуцер. Подключен только вакуумный. А бензин через фильтр брошен напрямую с бензобака в карбюратор. Так вот, в общем-то, значит, бензин там по-любому есть, есть ли бензин есть в баке. По крайней мере, в фильтре бензин точно есть. Сейчас посмотрим, есть ли он в баке. Да, в баке бензин есть. Кстати, исполнение замка зажигания мне здесь тоже вообще не нравится. Вот как вот, так вот туда вот. Вот туда вот даже между пластиком и ключом даже палецом пролазит. Как вот её включать? Вообще неудобно. Ну, надо сказать, свеча мокрая. Но не такая уж мокрая, что прям вообще... Короче, бензин, судя по всему, если поступает, то как-то очень хреновенько. Значит, будем снимать весь пластик, будем снимать карбюратор и, возможно, будем лезть ещё дальше. А ещё дальше часто бывает, что является причиной. Так, ну что, попробуем весь этот колхоз разобрать. Здесь у нас аж торксами прикручено. Тут что-то ни хрена не выкручивается. Да, внешне мопед выглядит для 2008 года не очень плохо. Но то, что у него здесь творится под сидением, это, конечно, кошмар. Что, это ж не объясняться сейчас нужно. Вот, что-то спереди ещё прикручено осталось. Ага, два бултика на 10. Ну, карбюратор, судя по виду его внешнему, наверное, всё-таки стоит снять-почистить. Кроме того, наверное, стоит будет снять-почистить воздушный фильтр. Ну, по состоянию карбюратора посмотрим. И надо будет залезть как-то вот сюда вот, снять клапанную крышку и посмотреть зазоры клапанов. Потому что часто так бывает, когда клапан зажатый, может, то заводится, то не заводится. Как повезёт. Но чаще всего не заводится. Что у нас, в общем-то, и в нашем случае происходит. И вот такой вот карбюратор. Ну, вообще, вот в нём здесь, судя по каплям каким-то непонятным, такое ощущение, что здесь в нём какая-то, блин, вода. Вообще, карбюратор изнутри чистый. По крайней мере, вот в диффузоре. Надо посмотреть, что там внутри, хотя бы вот под этой крышкой. Ну, бензин в нём тоже есть, потому что он потёк наружу. Так, ну, раз уж сняли, всё равно почистим. Сразу полезем тогда, не отходя от кассы, проверим зазоры клапанов. Так, снимаем эту шнёгу. Это шланг сапуна у нас должен быть. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это снял, так снял. Пол шланга осталось на сапуне, пол шланга снялось. Как так бывает? Китайцы делают прекрасную резину, масло-бензостойкую. Так, ладно. Хозяин вообще говорит, что мопед он возил в магазин, в этот сервис. Ну, там, где он купил. Он его возил, по-моему, каждые два года. Он сказал ему, ну, там, подавалку, денежку ему там. Делали обслуживание, меняли поршневую. Так, и тут у нас, типа, какой-то этот дудожик, или кто он там правильно называется. Есть у нас вот здесь лючок. Есть у нас здесь зачем-то вот такая вот железяка. А, ну да, она где-то, походу, вот здесь лежала. Я слышал, что-то сбрякало, когда я тут снимал. Вы видели, да, откуда я её достал? Так, ладно. Вот здесь лючок должен открываться, я так понял, с ключа. Или просто отверткой. В общем, как-то он тут открывается. Всё какое-то, блин. Снаружи вроде, опять повторюсь, снаружи, блин, выглядит вроде всё так хорошо. Изнутри, блин, какая-то какашка вообще. Ну так, двигатель даже вроде чистый изнутри. Но нам как бы не это важно. Цепь, цепь, так себе цепь. Кулачки направлены вниз, и при этом зазора нету. Но у нас как бы тут не совсем ровно стоит распредвал. Его как бы надо ещё градусов на 20 довернуть, и тогда он будет стоять как следует. Сейчас мы это попробуем сделать. Так. Так. Дырка на звёздочке сверху. И маленькие дырки параллельно. Так. Кулачки стоят... Кулачки стоят направленные вниз. Значит, кулачки стоят направленные вниз. Значит, оба клапана у нас сейчас полностью закрыты. Это должно быть начало рабочего хода. Проверяем. Зазор. А зазора нету. Нету зазора. Выпуск. Есть зазор? А впуск нету. Как вы думаете, почему не заводится мопед? Потому что в впускном тракте не создаётся достаточной силы разрежения, из-за того, что клапан полностью не закрывается. И не создаётся достаточное давление в цилиндре к тому же. Потому что, опять же, клапан не закрывается. И получается, у нас бензин, который был втасан в камеру сгорания, он у нас обратно и выплевывается. Поэтому двигатель не заводится. Об этом я и говорил, что чаще всего из-за этого не заводится. Ну и бывают такие вот припадки. То заведётся, то не заведётся. Зазор я выставляю на ощупь. Это все знают. На выпуске мне зазор нравится. А вот на впуске он мне не нравится, потому что его нету. Итак, понадобится ключ на 9 и пассатижи вот такие вот с тонкими губками. Берём эту шнягу, накидываем на гайку. Берём как-нибудь вот эту шнягу, держим, чтобы лишнего тут не отвернуть. Придерживаем регулировочный этот, как их называют, солдатики вроде. Ослабляем гайку. Ослабили. Так. Зазор не появился. Зазор не появился. Начинаем ослаблять. Чуть-чуть ослабили. Зазора нету. Нет зазора. Нету. Ещё на 90 градусов. Вот. Вот только теперь зазор появился. То есть на 180 градусов мы отпустили, только когда солдатик открутили. Только тогда зазор появился. Так. Зазор сейчас большеват. Чуть-чуть, градусов на 20, докручиваем. И затягиваем гайку. Затянули. Проверяем зазор. Зазор, надо сказать, большеват. Поэтому... Так. Ослабляем. И подтягиваем. Чуть-чуть ещё доворачиваем. Ещё градусов 20. И затягиваем. Так. Чё-то теперь не пойму. По-моему, блин, многовато затянул. Сейчас ослабим, ещё попробуем. Вот так. Вот так попробуем. Вот. Прекрасный зазор. Дотягиваем до конца. Придерживаем, чтобы у нас середина не прокручивалась. Гайку подтягиваем, как следует. И всё. Здесь зазор есть. Здесь зазор есть. Так. Сейчас почистим карбюратор. Соберём это всё в кучу. И попробуем завести. Так. Ну вот. Всё собрано. Карбюратор тоже стоит. Но я думаю, можно попробовать даже завести. А, ну да. Без свечи заводиться будет долго. Во, заводиться начал. Работает. Почему так? Интересно, почему? Наверное, потому что теперь зазоры в клапанах есть. Ну и всё. Можно это корыто собирать. Вот, кстати, для тех, кому интересно, сколько грязи осталось после мойки карбюратора. Вот эта чёрная всё грязь. Всё с карбюратора. Изнутри и снаружи. Субтитры даёт. Откроем крышку воздушного фильтра посмотрим что там может что-нибудь там новое увидим почему-то вообще это конечно собака карбюратором так никого не удивить то что холостой поймать вообще невозможно его вроде настроишь газонешь газ сбросил все опять не работает на холостых посмотрим воздушный фильтр забитый поэтому по ощущениям он вроде как богатит это что это вода короче здесь вот что-то нечто какое-то похоже что вода там грязь помоем посмотрим так интересно интересно вы видели ли вот по книжке написано что надо вот так вот мерить не закручивая щуп должен уровень быть пакет ровно стоит вот я засунул где-то об стенку заморался засунул вытащил вы видите масло чтобы оно было тут на щупе я например не вижу масло-то нету двигателя ладно чем подольем посмотрим странно дымит масло куда-то делась хотя прокатился едет вроде ничего ну вот слышите да как-то плавают обороты это вообще странно работает дымит как черт ну и низкий холостой он тоже держать не хочет отказывается дымит очень сильно и очень похоже что сильно жрет масло что скорее всего нужно менять поршневую сейчас позвоним хозяину скажем и так дозвонился я хозяину хозяин сказал меня и поршневую раз такое дело дымит значит будем продолжать ремонт так ну сейчас за одну и компрессию проверим я же себе компрессометр купил он такой красивый короче больше 8 очков не могу накачать разобрал его двигатель вы его видите как бы я его снял так удобнее потому что там из-за особенности рамы проблематично было бы стягивать цилиндр на раме если бы двигатель стоял но в общем не суть пока сейчас не об этом как вы думаете почему двигатель жрал масло а вот почему видите зазорчик нормальный такой да это первое компрессионное кольцо сейчас я поставлю второе компрессионное кольцо и вы посмотрите какой там зазорчик видно да вот снизу стоит первое компрессионное кольцо где зазор поменьше а вот где побольше это второе компрессионное кольцо я боюсь у меня даже тут щупов не хватит чтобы нас нас оставлять тут таких поэтому сейчас попробуем штангенциркулем хотя бы хотя бы примерно оценить размеры катастрофы даже блин губки штангенциркуля туда влазит кошмар ну вот так вот примерно видно до 2 миллиметра и 7 десяток неплохой такой зазорчик странно что он 8 очков выдавал компрессии с такими зазорами но про маслосъемные тут говорить нечего вообще так кроме того двигатель я так понимаю ездил без масла тут вроде бы палец нормальный поршень поршень кстати вот редко такое бывает внутри поршень сделан красиво вот там под бабушками нету горы алюминия как это обычно бывает это как бы такой хороший поршень он должен быть максимально легким хотя можно тут конечно еще спилить всяких ну в общем это не самый тяжелый поршень поршень хороший вообще вот ну хотя видно не видно не знаю думаю видно как поршень болтается вверх вниз и еще сильнее он болтается влево вправо кстати влево вправо вообще это как бы не показатель потому что он и на новых поршневых болтается влево вправо и многие почему-то считают что это так быть не должно это китайское говно поэтому болтается потому что криво сделано а на самом деле он должен быть вот этот зазор влево вправо а должен он быть потому что у любого нормального поршня есть продольная то есть вот так и поперечная вот так бачкообразность что такое бачкообразность это ну грубо говоря поршень у нас не идеально круглый он эллипсом сделан то есть у нас где больше алюминия вот в этой части в шапке и вот в этой части где бы вышки у нас больше алюминия и у нас вот в этих местах вот отсюда вот досюда поршень уже должен быть чем вот отсюда вот досюда а уже он здесь потому что здесь больше алюминия здесь расширяется сильнее и здесь точно так же у нас вот здесь поршень и вот здесь шире чем вот здесь и вот здесь потому что опять же здесь расширяется он сильнее так как здесь больше алюминия и то что поршень вот так вот влево вправо на новый поршневой качается это нормально но в пределах разумного к если он там вообще вот так качается то это конечно не нормально но там должен быть люфт по поводу того почему я решил что двигатель ездил без масла вот здесь вот можно видеть ложбинки вот ложбинка маленькая а вот большая то есть довольно таки серьезная выработка имеется вот здесь на головке какие-то странные вмятины непонятные вот и вот тут вот помята как будто сюда били чем-то со слов хозяина никто кроме сервисменов не разбирал двигатель наверное они здесь косячили вот здесь тоже когда это есть интересная фигня какие-то вот царапины на головке причем эти царапины есть и на головке и на прокладке тоже есть точно такие же царапины в этом же месте как так получилось черт его знаешь головка кстати говоря 70 кубовая так называемая с диаметром здесь фаска снята это типа с диаметром 47 миллиметров а клапана вот здесь стоят как на 50 кубиков то есть как бы особого смысла от этой головки кроме как очень сильно понизить степень сжатия нету и так проведем небольшой обзорчик новый поршневой поршневая с е е вроде как тут чё-то шинге какой-то там цилиндр набор вот тут вроде претензий нет по плоскостям претензий нет ханинговка на камеру наверно нифига не видать царапина это я тут колечки вставлял зазоры смотрел зазоры в принципе приемлемые хотя и как по мне большеватые но вообще может для воздушного двигателя это и нормально такой вот поршень в принципе тоже тут у меня к нему есть несколько претензий но не критичных палец не вываливается вроде даже как иногда бывает проведем сравнение между старым и новым поршень то хочу сказать поршень намного тяжелее чем вот этот который здесь стоял так давайте сделаем видно сколько вот здесь на бабушках металла и сколько его вот здесь также видно вот там под бабушкой видите да сколько металла и сколько его здесь видите здесь какая конструкция и какая конструкция вот здесь то есть и по толщине стенки в принципе тоже все очень хорошо видно если вот сравнить то есть здесь какая вот стенка толщиной и какая здесь в общем очень увесистый поршень значит еще такой косячок немаловажный хотя так тут в принципе все нормально вот впускной клапан у нас больше чем выпускной старым поршнем все нормально цыковка больше здесь цыковка меньше им это интейк впуск а здесь у нас и где интейк где впуск здесь меньше выборка здесь больше хотя смещение пальца получается вот так здесь но тоже in in написано правильно на том что на другом поршне если присмотреться то бабушки они туда смещены в сторону впуска то есть как и должно быть то есть все правильно цыковки почему-то только разного размера ну и проведем небольшой сравнительный тест по весу есть у меня вот такие вот весы и не знаю насколько они точные но они должны тут примерно хоть что-то показать взвесим старый поршень старый поршень у нас весит 51 грамм взвесим новый поршень новый поршень весит 57 грамм то есть что я и говорил поршень тяжелее взвесим палец это новый новый палец 20 граммов так взвесим старый палец старый палец 22 грамма Ну и если честно, по ним видно Вот справа старый палец, слева новый Видно, что старый толще Как бы такая вот фигня с этими китайскими поршневыми творится Косяков тут можно придраться вообще очень много к чему Но в принципе я думаю, что ездить оно будет Отъездить ничуть не меньше, чем то, что стояло здесь раньше Одна лишь радость, что в комплекте с поршневой шла вот такая вот клевая прокладка Она довольно-таки толстая, но она такая это К таким прокладкам у меня почему-то больше доверия, нежели вот к таким вот металлическим А с нашим бензином как раз пойдет степень сжатия понизим нормально Пока тут все сломано, сразу поменяем масло И потом я новое масло залью прям сюда, прям в это отверстие Чтобы там его через эту дырку маленькую в час по чайной ложке не цедить Поэтому сейчас сразу пока все разобрано Ибо так проще Понадобится ключ на 17 для того, чтобы открутить вот эту пробку сливную И какая-нибудь емкость, куда мы будем сливать старое отработанное масло Такое ощущение, что пружина что-то вообще не отсюда Масло черное-причерное страшное Такое ощущение, что оно очень сильно грязное Оно нисколько, то есть даже Нисколько оно отработанное Потому что отработанного-то масла там на самом деле было не очень много Я туда подливал своего Но блин, оно на вид прям такое грязное Вообще, как будто туда просто горсть песка насыпали или пыли какой-то Так, фильтр тут почему-то остался Что касается грязи Такая вот здесь фигня То есть Это я уж тут вымыл Тут вот так вот вообще все было То есть, что-то Откуда-то грязь попадала в двигатель Вообще прям капитально Возможно, это вот в том самом сервисе В котором карбюраторы чистят Не разбирая их полностью Как-то умудряются Возможно, это они там так чисто собрали двигатель Потому что как бы и подтеков масла Нигде никаких на двигателе нет И не было Тем не менее, грязь каким-то образом попадала При том, что и карбюратор, как бы и воздушный фильтр Были в приемлемом состоянии Не загрязненные Странно Может попробовать пробыть его соляркой Солярку тратить, блин, на этот двигатель Неохота Хотя вообще-то Вообще-то, что? Солярка у меня тут какая-то не очень хорошего качества есть Так что сейчас пол-литра зальем Так-так-так Нацедил немножко солярочки Сейчас попробуем залить Поболтать там это все Так, мы Сливаем какашки эти все Ну блин, вот эта пружина Точно она не отсюда Либо она почему-то раскрутилась Короче, вот эта пружина ставится вот так сюда А потом в эту пружину вот так вставляется Фильтр Вот так И сейчас будем пытаться заливать Новое масло Масло Сейчас у всех вырвет днище Масло Лукоил Самое дешевое Из полусинтетических У нас здесь 200 рублей литр Так, ну и проверим уровень масла Так Так В общем вот Почти максимальный уровень Так Ну думаю можно собирать Поршевую Здесь я От старой прокладки Все очистил Остались тут какие-то На самом алюминии Какие-то черные разводы Непонятные В общем В принципе нас это Мало интересует Значит Сейчас нам предстоит Собрать Поршень После того Как одели Кольца На поршень Значит Кольца Как одеваются Сверху Блестящая Потом черная Потом маслосъемная Маслосъемная Два тонких По краю Гофрированная Посередине Так вот После того Как кольца поставили Ищем Вот здесь Вот на маслосъемном Кольце Вот один стык Вот он Его видно Вот второй Вот эти два стыка Нужно относительно Друг друга На 180 градусов Развернуть Так Это примерно Будет вот так То есть Давайте вот так Вот повернем То есть Вот палец Ну отверстие Под поршневой палец Вот один стык Разворачиваем На 180 градусов Вот отверстие Под палец Вот второй стык Можно поправить Вот так Вот Вот второй стык Вот первый Надеюсь Видно И понятно Теперь Вот эти вот Кольца Компрессионные Тоже их берем Вот от этого Вот стыка Поворачиваем На 90 градусов То есть Вот сюда Допустим Сбоку Вот здесь Сбоку Один зазор А второе Кольцо Разворачиваем На 180-10 градусов С другого боку Здесь стык Здесь стык Можно в принципе Поставить Там какие угодно Углы Там через 120 градусов Ставить Главное Самое главное Там какой там Угол будет Ну как бы Не столь важно Какие там углы будут Важно чтобы Вот эти все Стыки Все вот эти вот Зазоры Чтобы они в одном Месте не были И близко там К друг другу Допустим Один здесь Потом один здесь Третий Вот здесь вот Где нибудь Если они все В кучу будут стоять Будет жрать масло Сто пудово Смазываем Верхнюю головку Шатуна Перед тем Как надевать поршень И вставлять палец И теперь надеваем Так Теперь Тоже очень важный момент Берем Вот это вот Отверстие Затыкаем Нахрен тряпкой Чтобы никаких щелей Не было Ну или они были Как можно меньше И только после этого Берем второе Стопорное кольцо Первое стопорное кольцо С одной стороны Следует поставить Еще когда поршень Снятый Берем второе Стопорное кольцо И только после того Как заткнули тряпкой И начинаем его ставить Кроме того Не забудьте Перед тем Как ставили поршень Проконтролировать Чтобы у вас Вот эта надпись In In Это по-английски Intake То есть впуск Она должна быть сверху Ставим прокладку Если у вас Вместе с цилиндром Снялись направляющие Вот эти вот Со шпилек Не забываем Направляющие поставить После этого После того Как поставили направляющие Берем цилиндр В обязательном порядке Берем масло И смазываем Этим маслом Стенки цилиндров Обязательно Это нужно делать Выставляем на роторе Метку с буквой Т У нас она почти что стоит И ставим Распределительный вал Ну и конечно Распредвал мы ставим Не просто так А ставим его так Чтобы два маленьких Отверстия были Параллельны Плоскости головки А большое отверстие Было сверху Можно в принципе Собрать Чтобы большое отверстие Было там Внутри Но тогда При регулировке клапанов Нам все равно Надо будет Поворачивать На 180 градусов И чтобы этого не делать Ставим сразу Некоторые Ставят натяжитель Прямо вот так Вот как он есть То есть Вот они его выкрутили Вот в таком вот состоянии И в таком же состоянии Его закручивают на место Потом конечно Они бегут в магазин За новой цепью Когда у них начинает Она проскакивать Но это все происходит Потом Можно взводить натяжитель Для того чтобы Взвести натяжитель Можно взять Ключ на 10 И ослабить Вот этот вот болт Верхний Выкрутить его Сделать это проще Всего в тисках Потому что Неизвестно зачем Но закручен он Обычно очень сильно Выкручиваем его полностью Аккуратно Под ним стоит пружина Вынимаем это все Дело вместе с пружиной Откладываем пока в сторону После этого Вот здесь вот есть Такой фиксатор Нажимаем его пальцем И задвигаем шток До самого конца Туда вниз Чтобы у нас получилась Вот такая вот конструкция Надеюсь видно Только после этого Берем его И прикручиваем на место Поставили При этом нужно проконтролировать Чтобы у нас Рокера встали Так как нужно А не раком боком Как они иногда любят вставать И так они Встали Берем наши гайки Шайбы Подтянули от руки Все это дело И начинаем По диагонали Обтягивать Одну затянули По диагонали Потом Следующую Потом эту Потом эту Теперь по новой Опять эту Она уже у нас легче Дотягивается Потом эту Эта уже тяжелее Дотягивается Потом эту И потом эту Потом берем Ужину Вставляем Ставим Вот этот Болт Слышим Как сработал Натяжитель Щелкает Ну и по мере Затягивания Тоже слышим Как он щелкает Проверяем Чтобы здесь Цепь у нас Не болталась Здесь натяжитель Вроде бы Все четко Придавлен Итак Теперь нужно Выставить зазоры На выпуске У нас зазор есть Но маловат Как по мне А на впуске У нас зазора Опять нет Значит зазор Я уже показывал Как регулировать Больше показывать Не буду Итак Зазоры отрегулированы Здесь зазор есть Здесь зазор есть И в принципе Можно закрывать крышку Мотор полностью собран Установлен на раму Вроде бы Даже все подключено Попробуем завести В первый запуск Что-то было Хотел схватиться А потом передумал Почему-то Аккумулятор тоже Почему-то сил Как же я люблю CVK-карбюраторы Кто бы знал Короче Этот карбюратор На холостом Вроде Что-то как-то работает Если ему выкрутить Винт качества смеси Примерно на миллион оборотов А не на Там Один Два Три оборота Как это обычно требуется Вывернуть его Пришлось вообще почти до отказа Только тогда Можно выставить Непосредственно Там на дроссельные заслонки Оптимальные обороты Выкрутить И только Когда винт выкручен Будет вот этот до конца Винт качества смеси Только тогда двигатель После того Как ты отпускаешь ручку газа Он сразу же сбрасывает обороты Можно задрать обороты Накрутив на дроссельные заслонки Винт А винт качества смеси Вывернуть Согласно инструкции На полтора оборота Тогда Мы Один раз газанули Отпустили ручку И двигатель у нас Газует еще примерно Полминуты Потом сбрасывает обороты В общем CVK карбюратор Это просто такая сказка Прекрасная Была бы моя воля Я бы этот карбюратор Молотком бы расхреначил Но мопед не мой Поэтому так делать нельзя Поэтому я его сейчас настроил Хотя сейчас хрен его знает Сейчас я на нем прокачусь Поеду Очень может быть Что он опять Перестанет холостой держать Это стандартная тема Со 139 мотором И его прекрасным CVK карбюратором Спасибо за с вами вот так вот вроде бы работает не знаю насколько хватит таких настроек карбюратора потому что на своем скутере я помню почти каждый день настраивал этот карбюратор цвкшный и проехался в принципе все нормально немного подстукивают клапана но поскольку первоначальная причина того что мопед не заводится была именно в клапанах так как их почему-то зажало но раз их почему-то зажимает со временем то трогать я не буду стучат и стучат к тому же там выработка на рокерах это тоже создает некоторый шум и поэтому уменьшать зазор я не буду пусть остается так как есть на этом на сегодня все с вами был велицев иван подписывайтесь на канал ставьте лайки и все